Девушки отдыхают Девушки отдыхают С этого момента ты опять будешь работать в городе Пожалуйста, не надо Я больше не выдержу этих мучений и издевательств на раскопках Ну хорошо, что ты можешь предложить? Я могу рассказать тебе кое-что, что пригодится тебе для продвижения в наемнической иерархии Ладно, я слушаю Итак, Деннис недавно послал нескольких своих людей на зерноферму, чтобы немного там побузить Уж не знаю точно, что они там натворили, но думаю, что это очень нехорошее Как? И это все? Мне очень жаль, больше я ничего не знаю Ты сейчас же пойдешь на раскопки, иначе я погоню тебя туда пинками Хорошо, хорошо, уже иду Нам только этого еще не хватало Ты нужен на раскопках в городе Нет, 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 нет Я не могу А ты хоть знаешь, что это за адская работа раскопки? Назови мне причину, по которой я не должен отправлять тебя туда Я мог бы поведать тебе, где спрятан клад Где этот клад? Нет, не так все просто Как я могу быть уверен, что ты не отправишь меня в город после того, как я все расскажу? Ладно, чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты пошел к Деннису и сказал бы ему, что я должен остаться здесь Тогда я расскажу тебе, где и что можно найти Я поговорю с Деннисом Хорошо, я жду Я оставлю раба Кельвина на этом дворе Я не против И все-таки мне очень и очень не нравится Я был у Денниса Теперь ты доволен? Очень хорошо Итак, слушай внимательно Наемник Эштон пускает других наемников драться на своей арене в Монтере Любой знает, что там дерутся за деньги То золото, которое он там получает Эштон обязан сдавать своему предводителю Но я знаю, что большую часть золота он кладет в собственный карман Чтобы его не смогли ни в чем обвинить Он прячет свое золото под кустом за ареной Откуда ты это знаешь о Бэштоне? Я однажды убирал его комнату И подглядел, как он прятал свое золото Хорошо, ты можешь оставаться на ферме Спасибо Раб Леон снова работает в храме Хорошо Деннис считает, что не следует заставлять рабов так много работать Чертов умник Пусть тогда попробует сам поработать Все равно Спасибо тебе Вот твое вознаграждение Мы на чеку Насчет наемников Ты это серьезно? Брэдли обманывает рабов Я знаю Рабы платят золотом, чтобы попасть в обменные списки А Брэдли это золото отдает мне Ты уверен, что получаешь все без остатка? Да нет, не уверен Мне нужно увидеть этот список Будь осторожней с тем, что говоришь Деннис затевает маленькую войну с зернофермой Чертов идиот Придется отправиться туда, чтобы остановить это безобразие Спасибо за информацию Чтобы это было так просто Эштон прикарманивает твое золото, вырученное за бои на арене Что? А ты откуда знаешь? Мне нужны доказательства Заканчивай себе Вот это я нашел в тайнике Эштона за ареной Вот черт Выходит, ты был прав Этот пес мешками тырит золото Что ж, придется поговорить с парнем по-мужски Очень хорошо Вот твое жалование Ты выдал меня Марику, свинья Ну и что ты теперь будешь делать? Уйди из глаз моих Увидимся Береги себя Мы на чеку Увидимся Если бы это было так просто Ты это серьезно? Эй, ты, что ты шляешься здесь? Шел бы ты отсюда От греха подальше Это никогда не должно повторить Насчет наемников Вот список рабов, составленный Брэдли Вроде бы все в порядке Да, похоже, Брэдли все делает честно Вот За твое усердие Лучше всего верни Брэдли список прямо сейчас Ну? В чем проблема? Ты его просто украл, так что ли? Да, приятель Это уже твоя проблема Может быть тебе и все равно Держи свой список рабов Что? Ты рылся в моих вещах? Я спущу с тебя шкуру за это Теперь твой список снова у тебя Не делай этого больше Или пожалеешь Мы на чеку Покажи Как будто мне без этого проблем не хватает Если он будет продолжать в том же духе Из этого никогда ничего не выйдет Ты ведь не хочешь просто пройти мимо меня, а? Что находится в этой крепости? Здесь расположена резиденция Варыха Великого Далеко не всякого мора терпят в стенах этой крепости Понимаю Ты пустишь меня в крепость? Да Только веди себя смирно Ребята там тренируются и не любят, когда им в этом мешают Понимаю Надо преподать мурак в руку Ты хотел меня удивить Рано или поздно, но они смирятся Такими темпами мы скоро всех рабов потеряем Я ничего не продаю, Мора Я работаю на начальника наемников Марика Ах, если бы это зависело от меня Я бы отправил все наемничьи от Родия в рудники Готты Говори, что тебе нужно Не трать зря мое время У тебя тут настоящий оружейный склад У меня только отменные товары, Мора Ничего здесь не перепутай Иначе я отрублю тебе пальцы, понял? Тебе нужно еще что-нибудь? Добудь старое оружие Я отдам его в кузницу, чтобы его подновили Думаю, двадцать связок оружия на первое время будет достаточно Где можно найти оружие? Подстанцы сражаются с таким старьем Ты найдешь старое оружие там, где есть подстанцы Покажи мне свой товар Именно так я их делаю Посмотрим, что происходит Посмотрим, что произойдет И чего же ты ждешь? Но есть и другая проблема На Редактор субтитров Продолжение следует... ...м food ...жизть ...жизнь 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 Субтитры сделал DimaTorzok Убирайся из моей башни Ты взял башню в аренду? Можешь высказываться перед дураками на арене Я с тебя шкуру спущу Если ты не исчезнешь, сейчас же Мы здесь одни, покажи-ка, что ты можешь Ну ладно, ты сам этого хотел Никто не может победить меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну хорошо, ты меня побил, и что из этого? Поговорим позже, когда будет время Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 H1 «Я бы и не стал делиться 여ю� WrestleManiaTorzok С рэмником» Кажется, некоторый опыт с повстанцами ты уже получил — Разумеется они только и поджидают возле городских ворот когда С正 mex смогут отвоевать город Бесчисленное количество раз мы разбивали их позиции но они снова восстанавливают их До меня дошли слухи, что они пополучают снабжение из крупного повстанческого лагеря Акары. Я бы с удовольствием разорил это гнездо, если бы знал, где оно находится. Я бы приводил, что он сильный, это главный. Да, тогда, правда или поздно, вы не спрятаться. Посмотрим, что произойдет. Боже, ты ждешь. Но есть и другая проблема. Эй, ты, ты куда? Я хочу здесь немножко оглядеться. Оглядываться будешь в квартале рабов, парень. Либо ты здесь учишься владеть оружием, либо проваливаешь отсюда немедленно. Здесь занимаются делом, понял? Да хоть ты мне на нервы не действуй. Ты разговариваешь с военачальником орков. Ты что, считаешь себя важной птицей? Готов биться об заклад, что у тебя еще ни разу не было по-настоящему опасного задания. Ну ладно, что я могу для тебя сделать? Один из моих людей отлынивает от работы. Сильный воин, но он решил, что может почивать на своих военных лаврах. Но пока нам досаждают повстанцы, никто не должен сидеть сложа руки. Я приведу орка на работу во двор крепости. Ха-ха, любопытно будет посмотреть. Его зовут Фоллик. Он спрятался где-то в крепости. Что случилось? Тебя уже ищут. Ты должен быть во дворе крепости. И что, если меня там не будет? Спускайся сейчас же во двор, или я сам тебя спущу. Я пошел. Но больше ко мне не приставай. Понял? Ты должен быть во двор. С сегодняшнего дня Фоллик будет являться в крепость для несения службы. Смотри-ка ты, а ведь Фоллик — крепкий орешек. Неплохо для Морро. Совсем неплохо. Такие, как ты, могут нам весьма пригодиться. Если хочешь, можешь еще немного потренироваться у меня. Ты научишь меня драться? Такими реберами. Мы с ужасом все дробов потеряем. Кто кормит кулак, что пьет, то порогу. Я. Но есть и другие. Я бы предпочел кусок мяса. Суровый парень, да? Что ты сказал? Ну, тот стражник у ворот. Орки вообще, ребята, хамоватые. Но если разговаривать с ними на их языке, то очень даже обходительные. Тебе пора идти. Смотри. Мы разговариваем. Некоторые вещи никогда не изменятся. Не надо всеURнись. Ой-ой-ой. Тебе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Играть. Ну-то. Вот. Я доставил твои мешки с пшеницей в Монтеру. Кто бы сомневался. Наконец, хоть на кого-то можно положиться. Спасибо. Вот твое жалование. Деннис поджег ваши снопы сена. Да, я знаю. Эта свинья тоже надо мной издевается. Пусть издевается. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Желухи, из этого никогда ничего не выйдет. Опять будут одни неприятности. Я об этом подумаю. Ты научишь меня драться? Я хочу стать сильным бойцом на топорах. Топор – хорошее оружие, чтобы разрубать доспехи. Ты можешь нанести большой урон и завалить своих противников. Я об этом подумаю. Ты это серьезно? Смирная музыка. Да, я об этом подумаю. Правда, Леша. Лучше бы ты уладил это сам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...